Сегодня мы наконец-то разберем систематику и классификацию прокариотов. По каким критериям они разделяются на разные систематические категории, по каким схемам они делятся на домены, на филумы и на остальные таксоны. Во-первых, отмечу, что такое вообще систематика и зачем она нужна. В биологии большую роль играет знание того объекта, с которым ты работаешь. Если ты изучаешь какое-то растение или животное или бактерию, тебе неплохо бы уже знать все то, что об этой бактерии или объекте любом другом накопила современная наука, чтобы по 10 раз не изучать одно и то же. Неплохо бы знать, какие вещества он продуцирует, чем питается, где живет, какие предпочитает условия обитания и так далее и тому подобное. И вот для того, чтобы однозначно сказать, какие свойства имеет тот или иной организм, придумали все организмы разделить на категории таксономические. Впервые современную систематику предложил Карл Линней, величайший ботаник, вообще биолог, ученый, большой буквы. Он предложил бинарную номенклатуру. Называть каждое живое существо, каждый вид живого существа двумя латинскими словами. Первое слово означает родовую принадлежность, второе видовую. Первое – это более крупный таксон, второй – более мелкий. Первое – существительное слово, второе – прилагательное. Ну, в общем, я думаю, все вы знаете, что такие слова, как «человек разумный», словосочетание для вас не является новостью, «человек родовое» название, «разумный видовое». И то же самое для всех живых организмов, которые известны. Про то, как определять принадлежность организмов к тому или иному виду, мы говорили неоднократно, я лишь напомню, что они должны быть достаточно близки генетически и свободно скрещиваться, давая плодовитое потомство. Это случаи эукариот, которые могут скрещиваться в принципе. У бактерий определение вида, оно чуточку сложнее и больше основано на их родстве или возникшем генетическом сходстве вследствие обмена генами, потому что не всегда удается установить эти бактерии так похоже, их ДНК так похоже, потому что они реально родственники или потому что они обменялись фрагментами генома. Ну, конечно, установить в итоге можно все, что угодно, потому что плазмиды, которыми происходит обмен, они имеют определенные маячки, по которым их можно установить, но сложности возникают на каждом шагу. Плюс к этому бактерии очень быстро меняются, они очень быстро мутируют, очень быстро размножаются. И вследствие этого их систематику однозначно составить невозможно. Она плавает и меняется каждый год. Вот то, что раньше было разделено по филумам, 28 их было или 27, сейчас их 35 основных ветвей классификации. И номера там тоже все перекидали уже кто куда. Поэтому, что на самом деле стоит запомнить, что вряд ли в ближайшее время кардинально поменяется, это принадлежность того или иного вида к тому или иному семейству и принадлежность этого семейства к тому или иному основному домену. То есть граммоположительные, граммотрицательные, какие-то морфотипы. А вот кто куда там отнесется, могут семейства перекинуть из отдела в отдел или из класса в класс, если обнаружатся какие-то генетические сходства с другим таксономическим разделом и так далее. И мы поэтому сегодня постараемся это все рассматривать с такой точки зрения, чтобы знания, которые вы получите, не пришлось через год забывать и записывать все в голове с чистого листа. Я буду делать оговорки на тех местах, которые могут поменяться. Возможно, это будет дело даже слишком часто, но, надеюсь, вы сможете это выдержать. Так, поехали. Как же нам установить, какие критерии важны для оценки того или иного микроорганизма для его отнесения к той или иной токсомической категории? Все очень просто. Есть вполне означенные давным-давно умными людьми критерии. Если у нас есть бактерия, мы ее поймали, где-то нашли и вырастили на чашке, обращаю ваше внимание, что только та бактерия, которую удается культировать в искусственных условиях, официально может быть признана найденной, открытой, зафиксированной и четко находящейся на своем месте в систематике бактерий. Таких бактерий на сегодняшний день удается культивировать около 5%. Все остальное, что находится во внешней среде, оно не то, чтобы совсем не поддается культивированию, а не удается создать достаточно устойчивые колонии, которые будут стабильны, неизменны, и их можно будет описать. Ну, это по таким примерным оценкам, конечно. Точные цифры никто вам не назовет, никто ее не знает. Ну, примерно вот так. Так вот, бактерию мы поймали, поместили на приятную ей среду для оптимальной для нее условия, с температурой, соответствующей необходимым количеством питательных веществ, давлением и так далее. Откуда мы это знаем, если мы ее еще не определили? Ну, можно сравнить наши условия с условиями той среды, где мы ее обнаружили, и создать приблизительно такие же. Для впервые встречаемых бактерий примерно так это и работает. Если не удается вырастить их на обычной среде, то начинают разбираться, а где же она жила на самом деле. Может ей приятно жить там при минус 10 градусах, а мы ее в термостат ставим на 37. Может такое быть. После того, как мы ее культивировали, дальше начинаем изучать ее анатомические, морфологические, биохимические особенности. Во-первых, следует установить ее отношение к окраске по грамму. Грамм положительная или грамм отрицательная. Ну, здесь откроются несколько подводных камней. Во-первых, если бактерия у вас окрасилась по грамму отрицательно, то это не значит, что она имеет грамм отрицательную стенку. Это значит лишь то, что в ее клеточной стенке комплекс йод-кристалл-виолет после дифференциации в спирте не смог задержаться. И поэтому ее бесцветные покровы окрасились фуксином. Также могут окрашиваться некоторые мекоплазмы, также могут окрашиваться некоторые археи. То есть, однозначно говорить, что бактерия по отношению к окраске по грамму может только про положительных бактерий. Но чаще всего, конечно, таких проблем не возникает. И если она окрасилась отрицательно, то, скорее всего, она отрицательная. У остальных бактерий, которые могут, так скажем, неосознанно замимикрировать под нее, есть и другие признаки, по которым их можно отличить. Но иногда говорят, что бактерии такие вот грамм-вариабельные бывают. Они то окрашиваются положительно, то окрашиваются отрицательно. А то, бывает, вообще не окрашиваются, из них и фуксинты вымываются после вторичной окраски, после второго красителя. Но это уже отдельные частности, о них мы подробно говорить не будем. После того, как мы определили морфотип, ее, возможно, какие-то анатомические особенности, то есть, образует ли она споры, есть ли у нее какие-то включения, есть ли у нее жгутики, реснички, подвижна ли она, то есть, определили строение клеточной стенки, то есть, восприятие окраски по грамму, мы уже вполне однозначно можем отнести эту бактерию к одному из 35 существующих на сегодняшний день филумов. О них чуть попозже. После этого мы должны изучить, точнее, вспомнить условия ее обитания, ее субстрат пищевой и ее метаболиты. Подчас этого оказывается достаточно, чтобы отнести уже на основании этом, то есть, без особо, так скажем, затратного исследования, бактерию к одному из существующих ныне родов. Для того, чтобы определить вид, иногда требуется изучать ее ДНК. Но если это какие-то известные штаммы совершенно очевидными свойствами, какие-то ли патологические, которые все знают, или какие-то живут в особо экстремальных условиях, где больше никто не живет, и уж прямо очень она похожа, чаще всего обходится без исследования ДНК, и это оказывается действительно так. То есть, по морфологическим, биохимическим критериям можно вполне однозначно отнести бактерию к тому или иному роду, а иногда и виду. Следовательно, две системы классификации. Филогенетическая, то есть естественная, которая основана на сходстве или различии ДНК разных микроорганизмов, и фенотипическая, которую мы придумали на основании их внешнего сходства и их продуктов жизнедеятельности, их метаболитов, ферментов и каких-то других веществ, которые они продуцируют. Так вот, наиболее объективным, конечно, являются генетические критерии. На их основе построена современная филогенетическая классификация, она достаточно сложна, но пересекается с фенотипической. Мы об этом постоянно будем говорить. Одним из самых главных генетических критериев является содержание гуанинцитозиновых пар в ДНК. По количеству этих пар, по отношению к остальным парам аденетиминовых, можно установить то, насколько близко или далеко друг от друга разошлись довольно близкородственные бактерии. Это исследование непростое, оно под микроскопом не делается, поэтому используется только, если нужно по-настоящему определить ростов тех или иных бактерий. Но используется в достаточно широко, не в учебных целях, естественно, а в научных и в производственных, так что методика хорошая. Содержание это может колебаться ГЦ пар в широких очень пределах, от 25 до 80% по отношению к остальному геному, и с точностью до доли процента, если знать, можно установить родство или чужесть, если есть такое слово, бактерий. Как выделяются эти ГЦ пары, это уже другой разговор, можно их центрифугировать, можно их осаждать, можно еще что-то там с ними делать. В общем, это отдельный разговор, длинный и долгий. Более тонким методом оценки генетического состава микроорганизмов является метод молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот. Для этого используется способность одноцепочечных ДНК, если мы возьмем ДНК и разорвем ее пополам вдоль, объединяться с подходящими молекулами, подходящими нуклеотидами с образованием двуцепочечных молекул, то есть автоматически себя достраивать. Если взять такую ДНК у одной бактерии, разрезать ее пополам и пометить ее чем-нибудь радиоактивным, ну там третьим или углеродом, 14, то потом при помещении этих фрагментов к другой порванной ДНК они станут объединяться и потом при изучении этой восстановленной ДНК можно будет посмотреть, на каких участках сидят радиоактивные метки. Значит, примерно вот эти участки должны быть схожи и так далее и тому подобное. Методик оценки генетического разнообразия и генетического состава бактерий, правда, очень много. Я уже не говорю про классические ПЦР и так далее. Можно использовать и иммуноферментный анализ, если есть знание об отношении организма какого-то к этим бактериям, если он, например, является паразитом. Ну и, естественно, секвенирование, полная установка последовательности нуклеотидов в каком-то организме. На сегодняшний день это является основной методикой генетической для определения систематического положения бактерий. Но поскольку это очень дорогая методика, полностью геномы, секвенированные на сегодняшний день всего лишь у несколько сотен видов живых существ на Земле из многих миллионов, а у бактерий только у тех, которые используются для изучения чего-то или для производственного какого-то процесса. Ну и, естественно, геном кишечной палочки секвенирован, геном человека секвенирован, геном дрозофила меланогастр секвенирован и еще нескольких сотен видов. Но процедура, повторюсь, довольно дорогая, никто не будет просто так ее делать. Поэтому секвенируют не целиком геном, а только нуклеотидные последовательности рибосомальной 16СРНК бактериальной. Вот чем больше расхождение в последовательности 16СРНК у двух бактерий, тем дальше они друг от друга отстоят в филогенетических отношениях. Это достаточно однозначный критерий, по которому сейчас в основном систематикой работает. Ну, про фенотипические критерии я уже упомянул. Помимо этого существуют еще серологические систематические критерии. Это как раз связаны с влиянием бактерий так или иначе на иммунную систему человека. То есть то, как она, попав в наш организм, будет влиять на него. Есть ли у нее специфические антигены? С какими она будет взаимодействовать антителами, следовательно? Как на нее будут реагировать остальные компоненты иммунной системы? Как она будет и будет ли вообще наносить нам вред? Есть ли у нее экзо- и эндотоксины? Какие она образует очаги? Какой у нее срок, инкубационный период? И так далее. Это является основным методом медицинской микробиологии на сей день, потому что, ну, в первую очередь, в медицине что нужно установить? Просто свойства бактерий, что ли, какие-то? Нет, это важно, конечно, но гораздо важнее узнать, опасна ли эта бактерия для человека или какого-то другого организма. Поэтому серологические критерии в медицинской микробиологии являются превалирующими. Переходя к современной классификации бактерий, скажу лишь, что впервые она была создана Берджи, его руководство по систематике бактерий еще в прошлом веке, и с тех пор уже это издание, это руководство претерпело около дюжины, по-моему, переизданий, и с каждым новым изданием это все обновляется, но учитывая скорость, с которой развивается наука, в частности, генетика последние годы, и скорость, с которой изменяются бактерии, то есть не всегда изменялись, но сейчас мы это можем отследить, вот эта вот морока, которая там происходит с перестановкой разных бактерий в разные таксономические категории, она постоянно идет и мешает установить однозначную, наконец, какую-то таблицу, и вряд ли она когда-то будет создана. Поэтому, повторюсь, сегодня мы посмотрим приблизительно, как, что и где находится. Две основные группы прокариот, то есть на которые делится большое-большое царство, прокариоты, он делится на два больших домена. Это эобактерии, настоящие бактерии, и архибактерии, древние бактерии. Архибактерии имеют только одну подкатегорию, которая называется мендосикутес, или, собственно, архея. Мендосикутес очень часто переводят неправильно, как ошибочно или проблемно покровные, то есть практически дословно. Но вообще, мендосис, это больше используется слово в смысле какая-то вот неопределенность. Непонятно, то ли есть у них нормальные покровы, к которым мы привыкли, то ли нет. То есть эта систематика, самая верхняя, она основывается на отношении бактерий к окраске по грамму. Вот мендосикутес, собственно, археи, они относятся... Архибактерии, прошу прощения. Они относятся вот к этому домену большому, крупному. Их окраска по грамму достаточно сложна, ну и за счет строения особой клеточной стенки они ее очень плохо воспринимают. Эобактерии делятся на три ветви. Грас или кутес, или граммотрицательные бактерии, тонкокожие дословно в переводе, из-за их особенностей клеточной стенки. Фирмикутес, грамм положительные, или толстокожие, если переводить это совсем дословно. И тенорикутес, вроде как бескожные, да, практически, это микоплазмы. Они стоят особняком, по-моему, занимают там один отдельный филум, и мы о них потом в конце поговорим. В основном нас будут интересовать грамм положительные и грамм отрицательные виды, потому что именно в них находится основная масса видов микроорганизмов. Ну и там, естественно, все самые значимые бактерии нас ждут. Основным разделением на сегодняшний день является следующее. Я не буду все это зачитывать, просто оставлю посмотреть, как кто захочет сюда возвращаться и сравнивать. Это по ходу нашего повествования может делать, поставить на паузу, изучить. Просто отмечу, что по отделам они делятся по отношению к окраске по грамму. Фермикутес грамм положительные, тенорикутес грамм отрицательные, прошу прощения, фермикутес грамм положительные, грасселикутес грамм отрицательные, тенорикутес без клеточной стенки, которые либо плохо окрашиваются по грамму, либо чаще всего отрицательно окрашиваются по грамму. Это мекоплазма. Еще раз скажу, отдел Мендосикутес – это архибактерия. Там, собственно, один класс и есть. И вот дальше уже начинаем смотреть, как каждый из отделов делится на морфотипы и связанные с этим некоторые другие особенности. Вот, например, к первой группе, к первому филуму, относят спирохит. Раньше их относили куда-то в другой, то ли в 17-й, то ли в 13-й, не помню точно. В общем, я не буду сейчас возвращаться к старым систематическим категориям. Будем опираться на новые. Но, повторюсь, запоминать, какой номер у какого филума, большого смысла я лично не вижу. Знать приблизительно, кто где, ну, знать точно, к какому отделу какие бактерии относятся, это уж обязательно. А вот запоминать, что там сегодня группа 5 – это факультативно-аэробные грамотрицательные палочки, а завтра, может, это будет уже не группа 5, а группа 12. Причем это не связано с изменением их положения филогенетического, естественно, оно не меняется, но связано с каким-то там удобством перестроения и так далее. То есть здесь используется в основном их анатомическое, прошу прощения, морфологическое строение и отношение к некоторым аэробическим факторам. К кислороду аэробные или анаэробные, по подвижности их разделяют, неподвижные или подвижные, и образуют или не образуют споры. Ну и по отношению к возможности фотосинтезировать. Бывают фототрофные бактерии, хемолитотрофные или не имеющие автотрофного питания, являющиеся органогетеротрофами. Точно так же делятся и фермикутес, теннерикутес и мендосикутес. Каждая из них имеет подразделы, основанные на анатомических и некоторых биохимических критериях этих самых бактерий. Сначала я бы хотел рассмотреть более крупные группы, объединяющие несколько семейств, возможно, даже из разных филумов и из разных отделов. Потому что с этим, как мне кажется, надо быстренько закончить, чтобы больше не возвращаться. И потом уже перейти к основной систематике. Через классы, семейства, рода и вида. Изначально я хотел поговорить о биохимии некоторых процессов, происходящих в бактериальных клетках. Потому что эти процессы очень сильно отличаются от тех, которые мы видим в эукариотах. Не то, чтобы кардинально. Мы все все-таки братья с ними имели одного общего предка. Но за миллиарды лет эволюции эти пути немножко разошлись наши биохимические. И мы стали отличаться. Но потом понял, что в систематику это впихивать не стоит. Какие-то отдельные аспекты, связанные с этим, я рассказывал в предыдущих видео по микробиологии. Но, чтобы говорить о биохимии, я так прикинул материал, это надо целый отдельный курс. Отдельный плейлист с отдельными видео. Чтобы не пихать ничего, не упихивать. Потому что биохимия бактерий это вообще-то отдельный предмет в рамках биологического образования. Идет целый семестр. Поэтому не стоит ничего запихивать. Лишь отдельный момент я отмечу, что фотосинтезирующие бактерии, прокариотические организмы, которые обладают возможностью фотосинтезировать, представлены пурпурными и зелеными бактериями. Большой группой цианобактерий, которые раньше называли синие-зеленые водоросли. Хотя никакого отношения к водорослям они не имеют, но их до сих пор упорно продолжают некоторые называть водорослями. Водоросли это растения, а цианобактерии это бактерии. И они находятся даже в разных царствах. Не то, что там имеют какое-то родство. И недавно были обнаружены гелиобактерии и прохлорофиты. Это отдельная группа, о них может быть тоже упомяну. Так вот, фотосинтез у бактерий протекает отлично от растительного. Хотя бы потому, что у них отсутствуют двумембранные органоиды, в частности хлоропласта, в которых у растений происходит фотосинтез. И они вынуждены осуществлять его непосредственно на молекулах бактериохлорофилов. В протопласте это связано с некоторыми особенностями их биохимии. Далее, если используется бактериородопсин, то молекулярный кислород не продуцируется, к которому мы привыкли всегда вроде бы его видеть в нормальном обычном фотосинтезе растений. То есть да, присутствуют нормальные зеленые пигменты у большинства фотосинтезирующих бактерий в биомассе, потому что большинство из них все-таки зеленые и синезеленые, но вот у пурпурных, у бактерий, у некоторых других, у них может присутствовать родопсин. Значит, у них нет продукции молекулярного кислорода, они не обогащают, как говорят, нашу атмосферу этим самым кислородом. Но напоминаю для тех, кто сомневается, именно бактерия является основным поставщиком кислорода нашей планете, а не леса, не тайга, там не амазонка, ну а леса на втором месте, сразу после бактерий океанических. Набор пигментов у бактерий достаточно специфичен, но постоянен для отдельных групп. Они могут утилизировать, ну бактерии в целом, длину волны от 300 до 1100 нанометров, то есть и видимый диапазон, и даже далеко за его границей. Ультрафиолетовую часть спектра, ближайшую к нам, и инфракрасную часть спектра, тоже ближайшую к нам, они могут использовать для проведения фотосинтеза. Бактериохлорофилы отличаются от хлорофилы эукариот. Их очень много видов, известно больше 10. Самый необычный бактериохлорофил G, который имеет максимум поглощения на длине волны 790 нанометров, в такую достаточно низкоэнергетическую волну, обнаружен как раз у недавно открытых гелиобактерий, выделенных в отдельную группу. Он необычный, потому что редко встречается такой максимум поглощения. Это связано с особенностями их жизнедеятельности, их местообитания и так далее. У цианобактерий это хлорофил А, у прохлорофит это хлорофилы А и Б, отличаются они строением и предпочтительной длиной волны, на которой они работают. У некоторых представителей цианобактерий есть фикобелепротеины, которые объединяются в фикобелесомы. И это объединение образует что-то похожее на телокоиды эукариот, и в этом вот комплексе белковым, соединённом с пигментами, происходит фотосинтез. Не всегда он протекает одинаково у разных видов, и не всегда, повторюсь, он похож на привычный нам эукариотический, но в целом всё достаточно похоже, и можно понять, как это всё протекает, если знаешь, как протекает фотосинтезу эукариот. Единственное, что не всегда используются в качестве донора электронов те молекулы, которые используют хлорофил у растений, то есть не всегда вода используется, а какие-то другие компоненты. Долго на этом не будем останавливаться, хотя это, в принципе, очень важная тема. Лишь напоследок отмечу, что бывает оксигенный фотосинтез, как раз который после протекания оставляет, как побочный продукт, молекулярный кислород, и аноксигенный фотосинтез, который характерен для пурпурных, зелёных и гелиобактерий, больше, который не оставляет после проведённой реакции молекулярный кислород. Но в любом случае, там и там используются переносчики протонов, схожие с нашими, переносчики электронов, НАТ и НАТ, которые мы прекрасно и хорошо знаем. Теперь, что касается систематики отдельных категорий фотосинтезирующих бактерий, вот можно сразу обратиться к списку и посмотреть, что группа 10 – это аноксигенные фототрофные бактерии, а группа 11 – оксигенные фототрофные бактерии. Вот, в принципе, они, две группы есть – 10 и 11. Поэтому к 10 группе мы относим пурпурные бактерии как раз, зелёные и гелиобактерии. А в основном к оксигенным будут относиться цианобактерии. Всего пурпурных бактерий сегодня насчитывается более 50 видов, размеры их достаточно разные – от 1 до 20 мкм. Длину могут составлять чаще всего это такие палочкообразные штуки, могут чем-то напоминать дрожжи, пачкуясь, не расходясь далеко друг от друга, могут напоминать какие-то инфузории, то только очень-очень маленькие, ну, чисто внешне имею в виду. Могут напоминать коки, в зависимости от вида. Пурпурные бактерии выделяют… В пурпурных бактериях выделяют два основных семейства. Это кромотиация, пурпурные серные бактерии, и родосперилация. Господи, когда я с первого раза научусь название выговаривать. Пурпурные не серные бактерии. Но они отличаются тем, что как раз-таки серные бактерии, о чём я говорил, используют в качестве источника электронов сероводород. Многие виды могут использовать и молекулярную серу, сульфиты, тиосульфаты и так далее. То есть, они переводят эти соединения в другие, с ощуплением электронов и откладыванием молекулярной серы временно, где-то там рядом с собой, либо в переплазматическое пространство, чтобы в дальнейшем использовать или утилизировать каким-то другим способом. А вот не серные бактерии используют в качестве донора электронов зачастую оксид серы или тоже могут использовать сероводород или атомарную серу, молекулярную серу, прошу прощения. Они тоже от нее ощупляют электроны, необходимые для разгона всей этой цепочки. И производить фотосинтез. Получается, что серные бактерии, пурпурные, их чаще стоит называть фотолита-автотрофами, потому что для протекания фотосинтеза им необходим не только свет и минеральные какие-то компоненты из внешней среды, но и обязательно присутствие минеральных веществ из какой-то породы. Чаще всего, повторюсь, это сера. Что касается зеленых бактерий, они тоже аноксигенные. У них выделяют два семейства. Зеленые и серные, хлоробиация, и зеленые нечатые, хлорофлексация. Формы тоже достаточно разнообразные. Многие из них являются достаточно требовательными к условиям среды. В частности, могут испытывать недостаток витамина В12 в случае каких-то отдельных перестроек биохимических. Но в целом тоже используют в качестве донора электронов сероводород и откладывают в качестве продукта элементарную серу вплоть до окисления ее до сульфатов. Гелиобактерии. Гелиобактерии являются единственными фототрофами граммоположительными, которые могут образовывать настоящие эндоспоры. Тоже очень важны токсономические критерии, поэтому их выделили в отдельную категорию. Выделили в отдельную, вынесли в отдельную. Анник, я уже говорил, имеет бактериохлорофил G, который не встречается у других бактерий, но помимо него есть несколько каротиноидов. Это такие красные пигменты, красно-оранжевые, которые позволяют осуществлять фотосинтез на более длинных волнах, чем зеленые пигменты, собственно, хлорофила. Гелиобактерии – облигатные фототрофы, но для их жизни нежелательно присутствие кислорода. Они анаэробы. То есть их фотосинтез бескислородный во всех смыслах. Они его не продуцируют и не особо хорошо переносят его наличие во внешней среде. Их источниками углерода для них могут являться как кислоты разные органические, типу, уксусной, молочной, масляной, первой, виноградной, так и классический углекислый газ, который фиксируется в цикле кальвина, в этих самых гелиобактерий. Помимо этого они могут фиксировать азот, являются хорошими азотфиксаторами. Ну и цианобактерии – самая известная из фотосинтезирующих бактерий, которые вынесли буквально каких-то 50 лет назад или даже меньше. Да нет, даже не 50. В конце 70-х это сделали. 40 с небольшим лет назад их всего-навсего вынесли из-за водорослей и сделали бактериями. Хотя, ну, вроде бы, в 70-е годы отличить бактерию от водорослей, кажется, можно было. Но, видите, нет. Не всегда. Ну, их вынесли, потому что они обладали совершенно характерными свойствами по сравнению с водорослями, в частности, наличие клеточной стенки, которая состоит из мурина, отсутствие мембраны, которая как-то отделяет генетический материал от цитоплазмы, то есть сформированного ядра у них нет, наличие рибосом 70С типа, как у остальных нормальных прокариот, и достаточно высокую устойчивость к условиям внешней среды, что тоже подразумевает их родство больше с бактериями, чем с растениями. Цианобактерии очень разнообразная группа, которая включает и одноклеточные, и колониальные формы, некоторые из них могут быть даже изогнутыми, но в целом их главное свойство, что они осуществляют оксигенный фотосинтез, то есть в большинстве своем содержат зеленые пигменты и продуцируют в качестве побочного продукта при фотосинтезе молекулярный кислород, который выделяется в атмосферу. Помимо этого, особенность у них такая, что присутствует только фотосистема 1, и тогда, ну не у всех, у кого присутствует только фотосистема 1, те способны к бескислородному фотосинтезу. Но он происходит при этом очень медленно, и, ну так скажем, бактерии его используют только в случае сложности с доступом к исходным компонентам реакции фотосинтеза. Но при этом в темноте у цианобактерий, если нет условий для восприятия квантов света фотосистемами, у них может запускаться вполне себе нормальный эндогенный метаболизм, и они могут использовать в качестве источника энергии запасенный в процессе фотосинтеза гликоген. И это, кстати, тоже отличает их от растений. А растения, напоминаю, запасают углеводы в виде крахмала. В темноте они также прекрасно могут, как и большинство других бактерий, считать гликолиз, то есть расщепление ферментативное моносахаров с получением небольшого количества энергии, но все-таки хоть какого-то. И у них бывает такое отличие, что цикл Крепса, он не замыкается у бактерий, которые осуществляют бескислородный фотосинтез, у цианобактерий, которые могут вести такой образ жизни, используя разные ферментативные основы, разные схемы для проведения фотосинтеза, и которые могут переходить на бескислородный фотосинтез. Вот у этих цианобактерий цикл Крепса не замыкается, потому что у них отсутствует альфа-кетоглутерат дагидрогеназа. И у них нет возможности завершить цикл с присоединением очередным, с фиксацией очередной молекулы СО2 и выходом на нормальный цикл. Поэтому он у них разрывается, но в принципе живут они, не сказать, что плохо, получше некоторых из нас, поэтому спорить о том, хорошо это или нет, я думаю, не стоит. Про бактериальный фотосинтез в целом можно сказать очень и очень много, но не будем растягивать видео, которое должно вообще-то быть посвящено систематике. Бактерии, а не биохимии их. Про фотосинтезирующие бактерии, я думаю, более-менее понятно. Далее, хемолитоотрофные бактерии. Это бактерии, которые используют в качестве источника энергии только реакция окисления неорганических соединений. То есть мы для того, чтобы питаться и давать клеткам энергию, используем окисление органических соединений, белков, жиров, углеводов. Бактерии используют для этого неорганические соединения. В частности, нитрифицирующие бактерии окисляют соединения азота. Бактерии серно-окисляющие используют серу, железо бактерии используют железо или марганец, между прочим. Бактерии водородно используют молекулярный водород, его окисление с образованием воды и получением энергии. А карбоксиды бактерии используют, как несложно догадаться, углекислый газ, СО2. Помимо этого, есть сульфат, восстанавливающие бактерии, использующие в качестве акцептора электронов сульфат, ион сульфата. А еще есть метаногенные бактерии, которые используют в качестве основного акцептора электронов при окислении водорода углекислый газ. В принципе, бактерии эти отличаются в основном метаболизмом, естественной генетикой, симфатическим положением. Но в основном здесь речь идет про продукты их жизнедеятельности. То, что они используют в качестве донора электронов, в качестве акцептора электронов, и что получается в результате этих реакций. Например, идентифицирующие бактерии, часть из них может использовать в качестве донора электронов нитрит анион, который в конце превращается в нитрат анион. А некоторые могут использовать катион аммония в качестве донора электронов, который в конце превратится в нитрит анион. То есть, здесь вполне однозначно можно установить их систематическое положение, зная метаболиты и то, что они потребляют. Тоже долго не будем останавливаться, это иначе может затянуться, если будем сейчас рассматривать, как у них устроена дыхательная цепь у разных бактерий, как у них переносятся электроны и так далее. Поэтому отмечу лишь основные бактерии, которые являются классическими представителями разных категорий. И к катионовым бактериям, которые используют сиру, относятся четыре рода. Тиобациллез, тиомикроспира, тиодендрон и сульфалобус. Они отличаются друг от друга по строению, по составу некоторых веществ, клеточной стенки, оболочки, ну и по метаболитам, которые тоже оказываются после их жизнедеятельности. Что касается разделения их дальнейшего, мы не будем на это упирать. Железобактерии. Железобактерии в основном чаще всего представлены видом тиобациллез ферооксиданс, который вроде бы является тиобациллой, но в основном источником энергии является окисление железа. Водородные бактерии, как я уже говорил, используют окисление водорода, молекулярного с образованием воды в качестве источника энергии. Среди этих бактерий есть представители совершенно разных родов, причем как грамм отрицательных, так и грамм положительных. Мы будем об этих родах говорить в нормальной систематике, без их отнесения по разные стороны биохимических баррикад, но в голове держите, что некоторые, допустим, представители рода бациллез или представители рода микобактериум, они являются бактериями, которые могут использовать в качестве источника энергии водорода, то есть водородными хемоавтотрофами. Карбоксиды бактерии используют, как я уже говорил, СО2, углекислый газ для осуществления своей деятельности. Ой, прошу прощения, не углекислый газ. Углекислый газ является продуктом их деятельности, но изначальным источником углерода, конечно, он тоже является. Ее фиксируют в цикле кальвина, образуется угарный газ, СО, он окисляется до углекислого газа, обратно с образованием энергии. Все это происходит ферментативно, и вполне себе успешно бактерии эти живут, хотя, конечно, этот процесс приносит не столько много энергии, как, например, наше обычное окисление органики. Но зато они не нуждаются в этой самой органике.